Ребята, всех приветствую. В первую очередь у нас главные роли сегодня Виктор. Добрый день. Добрый день. Очень рады встретить здесь рядом со мной все ребята и конечно все которые у нас с нами в эфире. После Пурием как это был потрясающий свет в Израиле. Мы ждем от этого исправления всех миров. Но похоже что все же мир должен выродиться. Новый мир должен выродиться и вот это намек у нас на Песах. Песах это новые начинается новый виток и все плохое что было в этом году еще про корона и там это мир хама. Мы надеемся это закончится и будем надеяться что эти роды этого мира будут не так болезненные и потихонечку появится новый хороший мир. Окей давайте посмотрим у нас Виктор будет читать текст. Значит у нас две темы Мишна Псахим и потом рассказы Рабина Ахмана. Пожалуйста. Трактат Мишны Псахим посвящен в основном трем главным законам. Первый о Хамце и Маце. Второй о совершении жертвоприношения Песах. И третий о проведении Седора в первую ночь праздника. Я буду останавливать и что-то добавлять? Да, конечно. Отлично. Значит хамец это мы говорили уже квасной, пять видов злаков, пшеница, ячмень, рожь, полба и авиоз. Если значит муку помещали водой и постояло столько времени, что это уже начинается брожение, это уже называется уже хамец. Бывает тоже правда и сами значит зерна, если они были мокрые, значит тоже эта влага перейдет, может перейти в муку и поэтому там есть опасение, что тоже будет хамец. Вот хамец нельзя употреблять, мы будем это читать, Виктор будет читать Песах. А Маца, когда выпекается вот из этих злаков, такой, но хлеб это может быть тоже похож на питу, например, йеменцы, они делают мягкие, мягкие мацу, мягкие мацу, с парадым тоже, ашкиназим делают, как следует, сухую, твердую, окей и хорошо выпеченную. Значит, мы кушаем Песах только мацу, который не прошел, такой хлеб, который не прошел брожение. Какие там глубокие мысли, мы немножко поговорим с ребятами, еще может быть затронем. Теперь, что такое жертвоприношение? Это особое жертвоприношение каждое семейство на этот праздник должен забыть хотя бы какой-то, пускай это будет или козла, или барана, или пар, это значит... Как? Корова. Корова, да, это на праздник, но кроме этой вещи ягненок, меньше годовалого ягненка и козленка. Вот это вот годовалый ягненок и козленок, который приносится в Иерусалиме, его кровью окрепляют жертвенник, то есть выход на связь, непосредственно связь с Всевышним. Вот это кушали, мы надеемся будем кушать немножко в этот праздник. И третий, лейла седа, значит лейла седа, как проводится лейла седа, окей. Читаю дальше. Хамец и Мацам. Согласно Торе, с Хамецам в течение праздника Песох связаны три запрета. Первый. Первый из них это запрет употреблять Хамец в пищу. Основанием для него служат следующие слова Торы. Семь дней ешьте опресноке, ибо душа всякого, кто будет есть квасное с первого дня праздника до седьмого, будет оторгнута от духовного народа Израиля. Шмо 12.15. Окей, что значит, что значит, если он поесть квасное, то есть пускай это будет хлеб или пито, или мы говорили даже вермишель, небольшое количество, или выпить пиво, это тоже Хамец, или водку пшеничную, или виски. И тогда эта проблема, написано, будет оторгнута его душа от народа Израиля. Это просто означает, он уже не часть Израиля, он уже не еврей. Окей. Со всякими духовными последствиями в этом мире и в будущем мире. Очень строго наказания. Мы спрашивали, почему это так, пока ответ не получали. Окей, пошли дальше. Второй запрет, извлекать из Хамца какую бы то ни было пользу. В Торе сказано, и не используйте квасное для пищи. Шмо 13.3. Из этого мудрецы Торы делают вывод, что какое бы то ни было использование Хамца, прямое или косвенное, связанное с питанием, запрещено. Псахим 21.b. Смотрите комментарий Раша. Окей, это уже, это тоже запрет, но уже не настолько строгий. Это только полагается обичевание, наверное, да? Слава Богу. Слава Богу, да. Да, да. И, значит, никакой пользы мы тоже не хотим извлечь от Хамеца. Окей. Нельзя продавать? Нельзя продавать уже после, значит, перед праздником, непосредственно предыдущий день уже, проходит время, уже нельзя продавать. То есть, имеется в виду вообще, вовремя семья Песаха нельзя извлечь пользу, но это еще распространяется на денег раньше. Окей. И третий, это запрет оставлять Хамец в своем владении в течение всего праздника Песах. Об этом в Торе буквально сказано. И пусть никто даже не сможет увидеть квас снова, и пусть никто даже не сможет увидеть закваски во всех ваших пределах. Шмо 13.7. И еще. 7 дней пусть закваски не будет в ваших домах. Шмо 12.19. Отсюда следует, что еще до момента, когда вступают в силу запрет употреблять Хамец в пищу, его уже не должно быть во владение еврея. Тора говорит, Шмо 12.15. Но в первый день очистите ваши дома от квасного, а из устной Тора известно, что первый день, о котором здесь сказано, это 14-е Несана, то есть, канун Песаха. Отлично, молодец. Зачем что читаешь? Спасибо. Спасибо. Я хочу тебе спросить, какая разница? Тут два есть понятия, да? Два понятия. Есть квасное и есть закваска. Вот у меня русский язык так и не настолько развитый, как ты можешь сказать, какая тут разница? У меня русский язык очень развит, но у меня вообще не развито понятие кулинарии. Я не знаю, что такое разница между закваски и квасного. Окей. Закваска это, наверное, процесс, который начинается? Нет? На самом деле я знаю ответ, но я просто хочу, чтобы дать ей возможность высказаться. Квасной это называется то, что мы перечисляли. То есть хлеб, который сделан с помощью брожения. А вот именно тот материал, да? Например, дрожжи обычно мы добавляем дрожжи, который делает, начинает или запускает этот процесс брожения. Вот это называется закваска. Раньше делали так. И, например, моя жена делает тоже так. Она делает дома хлеб над половиной, наполовину женой, наполовину полго. Очень вкусный хлеб. У нее есть закваска. Что есть закваска? Она оставила женой хлеб, пока она начала плеснить. Плесни это есть, это флора, бактерии, которые способствуют брожению. И потом это такая жидкость получается, и она растет, и бродит, и играет. И поэтому это можно использовать потом, добавлять к тесте, и потом поднимается тесто. В нашем языке это биохлеб. Биохлеб, да. Чисто. Биохлеб. Спасибо. Больше уже мы понимаем. Отлично. Теперь, ребята, тут совершенно потрясающий прыжок. Мы переходим. Прыжок назад на две тысячи лет на языке Мишна. Наших праотцов. Причем, обратите внимание, самая первая Мишна в трактате Псахим. Ничего не говорит, что такое Хамец. Это ведение так раз почитал нам Виктор. Они все знают и начинают Мишна. Вот сейчас Виктор почтет первая Мишна. Глава первая Мишна первая. Как же жили во время второго храма? В ночь на 14-й Ниссана проверяет наличие Хамца при свете свечи. Каждое место, куда не заносит Хамец, проверки не требует. А почему мудрецы сказали о двух рядах бочек в погребе? Они имели в виду место, куда заносит Хамец. Школа Шамая говорит, проверяют два передних ряда бочек во всю ширь погреба. А Школа Гилеля говорит, два внешних, то есть верхних ряда. Окей. Ну, первое впечатление, я не знаю, как у вас, но у меня всегда раньше было такое впечатление. Мишна – ничего не понятно. И то Тора, Хумаш, больше понятно, рассказы и все такое. Но здесь, особенно если уже посмотрим вторую часть Мишна, и насчет погреба, и вообще куда-то уносит. И вот, например, как… Причем тут вино? Вино – это Хамец или нет? Вино? Да. Нет. Вражение есть? Ну, да, в принципе. Вражение есть? Есть. Есть. Это Хамец? Нет. Почему? Потому что недостаточно брожения. Есть вот, например, сыр, сыр тоже есть, хороший сыр, тоже есть брожение. Да. Или, допустим, соленые огурчики, там, могут, всякие закваски, квашеная капуста и все. Это Хамец? Нет. Почему нет? Потому что мы сказали определение Хамец – пять видов злаков. Да, пять видов злаков. Окей. Таким образом мы не понимаем, почему тут как попало, как говорится, вино на стол. Окей? Такое выражение – на стол. Там есть… есть на иврите такое слово Хамор, знаете? Хамор – это Ишак? Да. От слова Хамор. Еще. А есть Хамар. Хамар. Хамар – это, правда, на арамите. Это вино. Хамар – вино. Это вино. Это вино. Откуда знаешь, о чем идет речь? Если на столе, значит, похоже, что это вино. Если на столе. Как попало? Тут спрашивается, как попало? Как? Непонятно. Можно еще раз? Откуда? Если ты говоришь Хамар, и он показывает, что он на столе, это похоже, что это имеешь в виду вино и не осел. А, не осел. Да. Вот я спрашиваю, почему попало тут вино на стол, то есть на стол обсуждения? Почему говорит Мишна про вино, если вино это не Хамец? Это дело в погребе. Как? Дело в погребе. О! Тут из зала мы слышим голос из пустыни. Голос правды. Что говорит дело не в вине, а в погребе. Ок. Хорошо, ребята, чуть-чуть давайте попытаемся объяснить Мишну. В ночь на 14-й Ниссана проверяют наличие Хамец при свете свечи. Значит, это то, что называется… Ты, как средний или старший брат Пелетриста, попробуй повлиять на его душу. А, не, вы спрашивайте меня, ребята, очень важный принцип. Очень важный принцип, который мы получили от Рафшарки. Значит, когда мы проверяем Хамец, перед праздником. Ок. То есть, на самом деле я забыл вам сказать, тут есть у нас два праздника Песок. Первый праздник, это называется праздник… Это называется праздник Песок. Это 14-й Ниссана, это почти уже полная Луния. Потому что полная Луния, он как раз наступает между 14-й и 15-й. 30 дней в месяц, лунный месяц, середина – 29,5. Поэтому 14-й и 15-й – это полная Луния. Так, 14-го, там есть праздник Песок. Что мы делаем? Приносим барашку целое вовсе семейство. Посланники идут в храм, зарезают все, потом несут обратно. Это праздник, когда мы даем подарок за рождение и освобождение. С 15-го и до конца – это праздник Мацот, опреснуков. Когда мы не кушаем хамец, и как будто мы слушаем Творца и хотим выразить, что мы с тобой… Мы не набухали, как раньше Виктор сказал, что мы сейчас горденья, кто если не мы, а мы просто, как ты сказал, так ты нас создал, как мы есть, без премудрости. Вот это с двух сторон. С одной стороны, праздник Песок, он нас спас, он нас избрал для его проекта, а мы как будто потом празднуем ему, что он даем благодарность за это. Окей. Так, 14-е, полдень, после полу-полудня, я сейчас не знаю, как выпадает в этом году, потом посмотрим. Значит, уже можно было принести в жертву барашку. Каждое семейство приходит в Иерусалим, в Иерусалиме, и несут барашку. Окей. Но перед этим, то есть ночью или вечером в предыдущий день, это 13-й получается, ведь ночью, с ночи, значит, каждое семейство проверяет дом свой. Или не осталось хамец. До того, целый месяц тут мы чистим дом, особенно женщины, там делают огромную уборку, там как следует все, переворачивая весь дом. Мужики не знают, куда следовать. И вот приходит 13-й ночь, проверяется, значит, муж с детьми проходит, все проверяют. Такой очень интересный обряд. Свечи, да, заглядываем в каждый угол, что-то мы находим и потом это отдельно ставим. Нужно ли, вот Мишна говорит, нужно ли проверять, допустим, в туалете или в ванной? Мишна говорит, не надо, потому что мы там не кушаем хлеб. Окей, там не будет хлеба. Окей? Каждое место, куда они заносит хамец проверки не требует. Ну, окей, а почему сказали мудрецы в погребе, где винный погреб, не сказали, что вино это не хамец? Почему там надо проверять? Там раньше держали, наверное, плоти, 5 вино. Или, может, пили вино с хлебом? Нет. Афемео. Значит, такой рассказ, в гамнанге моя рассказывается, что обычно свободные люди, у них были слуги, они там собрались с друзьями, там выпивают и посылают, и кушают, конечно. И посылают слуга, чтобы он из погреба принес еще там пару литров. И он тогда уйдет, но он тоже кушает, ему тоже можно кушать. Он ведет свои питвы, и туда идет, и наливает, и он оставляет. Вот так вот рассказывается, что там поэтому может быть тоже хлеб. Окей? Ну, это, конечно, все более глубокие вещи, как нам кажется, да? Например, взгляд, кто такая слуга, что такое спуститься в погребе, все такое, что такое вино, какая разница между хлебом и вином. Хлеб больше физически, вино более духовное, он радует сердце человека. Поэтому надо будет проверять, потому что вы можете сказать, духовное, все окей, все чисто. Допустим, то, что мудрецы сказали, Похоже, да? Чтобы гордыня, да? Потом все наши удовольствия, которые хотим только для себя, на всех наплевать. В физическом плане. А духовное, это как будто, какая может быть там гамез? Это все, все совершенно, это самое, чистота, святость. Нет, Мишта говорит, нет. Есть намек, что человек может быть духовным, но эгоистым. Что значит? Он учит для себя будущее мира, что с другими не волнует его. Для этого он готов учить Тору, делать митцвот. На самом деле, о чем он думает? Думает, о других нет. Таким образом, есть тут намек, что даже в духовном мире, когда ты учишь, что главное единиство, главный народ, главная семья и т.п. и т.п. может быть хамез, то есть намек на хамез. А такой человек получит духовный мир, если он так жил, для духовного мира? Ну, видимо, он должен где-то очищаться, там тоже есть. Хорошо, ребята, теперь все же, кроме такого глубокого объяснения, все же по-простому, чем же поделились Школа Шамая и Школа Гилелия. Они по-разному проверяют. Школа Шамая, он больше проверяет, он может проверять целый ряд бочек, а Гилелия только верхний ряд, верхнюю строчку проверяет. Это все же намек о том, что перед тем, как начинать новую жизнь, Новый год, да, мы делаем Чува, то есть мы попытаемся смотреть, что мы хотим изменить, что было не совсем то, что хотелось, и что мы хотим по-другому. Шамая, Веча Майя, они всегда стремятся к абсолютному, они говорят, и все, во всей глубине твоей жизни тоже проверять, а Гилла говорит, нет, только последний год. Окей, немножко таки почувствовать намеки, о чем мудрецы с нами говорят. Хорошо, теперь песни, ребята, чтобы немножко разбавить, потом рассказы. Эти песни, которые мы будем петь с вами, если вы не одну песню, это мы поем обычно Лера Седе. Но вот по-русски почитай, пожалуйста. Из Египта ты нас освободил, из Египта ты нас освободил, ми мицраем геалтану. Нет, только русский? Только перевод, да. Из Египта ты нас освободил, из дома рабства ты нас выкупил, из Египта, из Египта. Вот вся текст, это очень хорошая хаббатская песня, сценная. Она как будто начинается, как издали народ идет, поэтому очень слабо слышно. А потом все усиливается, и потом вообще уходит. Познакомитесь, потом присоединяйтесь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рассказал ему, что во время Седора Благословляют вино и омывают руки Но забыл рассказать О горькой зелени Окей, сейчас чуть-чуть подобавляю Вот это происходит в Германии, похож? Может быть, во всяком случае Не все были там богаты, конечно Евреи вообще нет, а немцы не все А что такое, значит, вот два бродяги? А языки, что значит языки похожи? Идыш Идыш это, в общем, смесь, знаете, немецкого, старого немецкого 15-16 века И славянского, там еще немножко иврит Окей, и вот, по-видимому, немец Тогда он был опущен И ему не хватало ни на что И вот он предлагает ему Вот такой день, когда приглашают Приглашают все, кто захочет Мы говорим, всех приглашаем, кто хочет Чтобы зашел к нам и поел с нами С большой радостью Почему нет? А почему нет? То есть, так принято евреям, что на Песок Если там человек вдруг придет Значит, его приглашают на Седр Пригласили его в дом А он голодал целый день Предвкушая деликатесы, о которых рассказывал ему еврей Но сначала дали ему кусочек сельдерея Намоченный в соленой воде И другое, что принятое в Седр Потом стали рассказывать о году А он сидел и ждал Когда дадут есть Когда дали мансу, он очень обрадовался Окей, на самом деле я что-то удивляюсь Потому что кроме сельдерея Мы ничего не кушаем Вначале есть правда кедуш Кто уже Бенас это знает Там обязательно целый стакан Четыре бакара вина И надо, это должно быть нормальное То есть надо все выпить, не немножко Или большинство бокала надо выпить А потом, в самом деле, сельдерея И все И все Потом идет, пошло, поехало Рассказывает, рассказает Длинный, длинный, длинный Рассказывает, можете подумать Почему так долго рассказываем Не кушаем Окей В конце концов Все же получил мацу Это уже спустя часа-два Окей Потом дали кусок хрена Горькую зелень Которую едят прямо перед началом трапезы Хрен был ужасно горький И немец решил, что это вся еда Убежал он из этого дома Голодный и злой ругаясь О, жиды проклятые После всех церемоний Все, что дали поесть Пошел в синагогу и заснул О, видите, там видно Рабин Ахман Настоящий мудрец и писатель Он знает, как обычно нас обзывают Говорит, пишет правду Жиды проклятые Таким образом, этот немец Получил горькую зелень Вот вы можете тут удивляться Что за зелень? Это же, это имеется в виду хрен Хрен, какой зелень? Скажи, овощ На самом деле Здесь Сфарадин И В корне Здесь в Израиле Всегда ели Зелень Не Не хрен Просто не было этой зелени В Европе Вообще, если вы Идете вот эти дни Гуляете Вы можете увидеть такое Не знаю, как она называется по-русски Вот прямо с земли растет Такой кустик Вот такие Может быть, нарисуем Ну вот такие Листики Очень-очень горькие Вот это классический Классический хрен Но сегодня мы кушаем Будете на Седере Мы кушаем хасу Хасу Это салат Салат, который немножко горчит И за это Обычно добавляют Там Соус Или там Лимон Могут Яблоко И яблоко Или нет Нет Хасу Такой салат Окей Но немножечко Горчит И поэтому Вот эта Горечь Это то, что Мы кушаем Но В Европе Так как Галут был очень тяжелым Сами понимаете Это мы сейчас видим Тоже на что способны Люди Мы слышали Разные вещи То, что Галут Так Поэтому Они подобрали Такое Такое Овуч Которое Очень горький Хрен Хрен Ты не можешь Не можешь кушать Много Чуть-чуть Не можешь кушать И то с едой Так просто Не можешь кушать И особенно Если ты хорошо Подготовлен А без свеклы Можно понять Что он убежал Потом пришел Иврей довольный И сытый После хорошей еды Ну как Седер Спросил он А тот Рассказал ему Что случилось Глупый ты немец Сказал ему Еврей Если бы ты еще Чуточку подождал Дали бы тебе Вкусные еды Как и мне Окей Да Это хорошо Опять Немножко Обозвать немца Глупым Но Это любя Любя Да Но Это самое Но что вы видите Здесь Как ты это понимаешь Виктор Весь рассказ Как метафора Вы имеете ввиду Вот этот выход Он не может быть сладкий Поэтому наверное Вот эта горечь Которая употребляется До вкусной еды Это есть Напоминание Или намек Что Само освобождение От рабства Оно Тебе больно Тебе горько А что там Тяжело И что там тяжело И ты должен Ты должен Это пережить То есть это короткое время По сравнению С той трапезой Которая дается в конце То есть вкусно Будет в конце То есть вкусно Это наверное тоже Ассоциация Со свободой Ты свободен Ты можешь кушать Ты все имеешь Все разные Прелести на столе Но нужно подождать Чуть Это горечь А что Откуда это горечь Что за горечь Горечь рабства Рабство Наверное Да Я думаю Но я не был просто рабом Но я думаю Что это очень горько Быть под властью кого-то Не иметь никакого выбора И Не быть свободным Окей Я как смотрю на тебя На самом деле Есть чувство свободы И на потребность свободы Не так как я хочу Но близко Близко Очень здорово Но сами понимаете Мы в наше время Мы уже не были рабами Но мы были Евреи И были не в своей стране То есть Это тоже аспект Который мы Когда мы сейчас отмечаем Или например Евреи отмечают Песох Пускай это будет на Украине Или даже в России В любом стране другой Тоже есть какая-то горечь Ты живешь Не в своей стране Не в своей Не на своей земле Не своими языком Не своими обычаями Не тем Которые ты веришь Что это твое И поэтому Для нас Это тоже было В Галюте Важно Чтобы Предвидеть Что мы оттуда Тоже можем освободиться Вот И кроме того То что мы уже намекали Тут говорили С Виктором Потому что есть Свою личную свободу Которую мы стремимся И чтобы к этому Это достичь Тоже надо пройти Не маленький путь Который ему тоже Может быть горковато Ну да Таким образом Окей Вот это чуть-чуть Меня интересует Что это Чуть-чуть Почему чуть-чуть Потому что Правда он там Все Он досидел Послушал Да Но сколько он мог Слушать Два часа Еще надо было Чуть-чуть Еще чуть-чуть Плюс-минус Два часа Плюс еще пять минут Это похоже на ситуацию Как с Моше Ну сколько они Там Осталось им шесть часов Да И они ошиблись Они ждали же Чуть-чуть Шесть часов Бывает Бывает Что я не знаю Насколько Трудности На какой период Растягиваются И ты не знаешь Что будет Понятия не имеешь Когда это закончится И бывает Что человек Отчаивается И бросается И тебе говорят Может быть Ты еще чуть-чуть Чуть-чуть Еще подождал Все было главное Поэтому Мы Может быть Можем взять Этот рассказ Когда нам тяжело И что Может быть Еще Чуть-чуть И все будет хорошо Да И закончим Так и с тем Кто хочет Приблизиться К Всевышнему После всех Усилий в начале Дает ему Немного горечи Она нужна Чтобы очистить тело А человек Может подумать Что в этой горечи Все что есть В служении Всевышнему Поэтому убегает Но если Подождет Немного И позволит Тело очиститься Испытает Великую радость Наслаждение Миром И близостью Так и всего Что Ура Ура Ребята Давайте Еще споем Укончание Чтобы Удостоились Каждый из нас Все вместе Газата Шем И весь мир Вики на свободу Еще чуть-чуть Подождать После короны После этой Милхамед Что мы увидели Какую большую Трапезу Жизни На земле Что мы увидели Митцарайем Геалтану Бетаба Ди Педитану Митцарайем Геалтану Билбабу Джинджидидану Митцарайем 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 Геалтану Обратите внимание, что ты нас освободил из Египта, мы ничего не делали, там все было сделано, все наказания, все казни, да, Творцом пересечения Красного моря, он все сделал для нас, окей, мы были пассивны, мы только бы хотели, мы были готовы идти, но не все, правда, есть, которые застряли там, но все делают все Вишни, из дома Раста, ты нас выкупил, поэтому есть такой аспект, что все Вишни с нами, он нас освободит, вот сегодня, когда наша новая Геуля, когда мы сами приезжаем и хотим построить нашу страну, немножко другое, тут есть важная инициатива наша, можете взять и то, и другое, давайте еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok